да друзья здравствуйте мы на винодельне не то чтобы мы первый раз вообще на винодельне не то что мы первый раз на этой конкретной винодельни не ребята вот туда я понимаю может быть полюбоваться конечно конечно тут красоты александр здесь первый раз а мы с вами уже тут были и мы движемся в сторону секвой да они они очень красивые очень красивые калифорния это их можно сказать естественная среда обитания сколько-то их повырубали конечно а сколько то есть винодельня тут вокруг столики иногда здесь свадьбы проходят даже музычка бывает играет вот а мы с нашими гостями хотим тут провести время интеллигентно и может быть побеседовать на разные темы поубирали столик есть раньше внизу столики были как-то их меньше стало вот такой друзья камин винодельник я на диванчике присел мне всегда очень этот стол нравится он какой красивый красивый очень дерево 5 этот такой толщины вот весь вот такой обалденный смыть с колечко прекрасный стол вот здесь дают дегустировать проходит дегустация два человека обслуживают как бы народа немного вообще сегодня какой-то день не многолюдный стол потрясающего вот друзья здесь есть меню такое из разных напитков вот вам будут давать попробовать чуть-чуть это дает стоять да 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 это именно они вот до которые нам предлагают и вот на ведерко друзья если вы боитесь лишнего выпить туда будете сливать там находятся сливы наши дегустации но не продукты не фрукты а то что сливы мы начинаем чтобы вот и запомнить и решать давай 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 делись впечатлениями как она легенькая должна быть правда сейчас я сейчас им не знаю очень приятно лишь уже наняли сейчас обязательно обязательно на белую бумагу вот определенно должен быть от света если он слишком желтый да это не очень хорошее белое а если лампочку заменить не помогает на белую бумагу вот так как и дайте мальчик поболтали 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 а слушай пахнет хорошо кисленьким немного крисп но это грижи это пиногрижи даже не хочется ничего выливать никакую посуду а не надо а зачем же да идет как себе домой фактически это только начало друзья это только начало отдаем конец иногда не очень хороший конец бывает не всегда хорошим и чем у нас друзья 打тодаль есть конец виногрит я буду читать им будет из чета и ягоды там дико вишня там мяу чипс so this is our one join дом Only some nickname because of the beautiful color here mmm for the orange wine it's the same grape is the first one you have it's a pina Я не согласен, но при производстве мы оставили кожу в контакте с кожей 21 дней, создавая цветы. Ммм, и вкусно. Пойдемте. Спасибо. Так вот, смотри, вот то, что они сказали, мы услышали фразу, да? Skin contact time. Это очень важная вещь. Когда отжимается сок... Из винограда. Из винограда, да, естественно. Тогда цвет вина, она разная. Вот от такого светлого до совершенно темного вот такого вот. Skin contact time. Это сколько времени выжатый сок контактирует со шкуркой. Да. И чем дольше он контактирует, тем темнее вино. Вот поэтому, скажем, Zinfandel, они бывают от розового, буквально вот такого цвета. Вот Xinfandel, вот такого цвета. Это естественный цвет. Просто да. Вот поэтому вот она сказала, что они 21 день, они держали Skin contact. И почему он стал вот такого всего лишь цвета? Потому что это белый виноград. Вино, это белый виноград. Виноград. Вот поэтому, ну и цвет еще не только от того, что он очень долго контактировал со шкуркой. А потому что тут и дыня, здесь и апельсин, чего тут только нет. И даже вишни. Я хочу узнать, как у спортсменов говорят, команды готовы. Готовы. Вперед. Вбрасывание. Поехали. Вбрасывание. Мы уже справились. А, вы уже? Молодцы. Вот видишь, группа алкоголиков. Ммм. 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 Надо сказать, что делали с любовью. Да, очень приятное вино. Легкое. Ммм. Ммм. Да, тут еще вот, sorry, дают немножко печеньки такие на запусть. Печеньки в виде канадского флага. Это не к тому, что многие американцы сейчас думают, как сбежать в Канаду. Как пишут там в разных местах. Вот, нет. Это вот такие печеньки. Вы думаете, что я буду пить другого вино вокруг? Да. Это потому, что мы пришли. Пока мы тут дегустировали, друзья, подвалил на родину. То есть нас стало много. Совершенно другая веселуха. И мы теперь будем пить... Сера? Сера. Вот этот вот. Это совершенно другой. То есть выпил, потерял выходные. Да. То есть... А с другой стороны, понимаешь, вот с утра не выпил, день пропал. Да. Вот как объединить? Диалектика. Спасибо. Так что нам про этот сера говорят? Про сера опять. Сера это... Это сорт винограда уже красного. Да. Это уже красный виноград. К нему обычно он более терпкий. Вот. И там, конечно, в отличие от белых вин, там совершенно другой букет. Ну, не говоря о том, что вообще технология производства белого и красного вина отличаются абсолютно друг от друга. То, что вот белое вино из белых сортов винограда, это так называемое холодное производство вина, холодная ферментация. А красное вино, красные сорта винограда, это уже другая, это теплая ферментация. К слову говоря, умение, вот, технологию холодной ферментации завез в Саному и в Напу, вот сюда, в Калифорнию, в калифорнийские винодельни. Один приинтереснейший человек, которого называют русский по происхождению, по национальности, родился до революции в Санкт-Петербурге, Андрей Челышев. Вот такой совершенно замечательный человек, вот, которого называют в долине Саномы и Напы ангелом, ангелом Саномы и ангелом Напы. Потому что он практически спас все виноделие в долинах Саномы и Напы. Но это очень долгий рассказ. Хорошо. Потом когда-нибудь. Пока выпьем. Да. Ну, там не только они заболели. Сюраплис. Сюраплис. Да. Как это спасти? Если бы не спас, пришлось бы его споделывать. Да? Ну, не первым начал разрушать. Сначала до того, как Филаксирой забыли виноградники здесь. Угу. Это был... Это был Кутебесин. Это был Кутебесин. А потом началась Великая Депрессия, это уже не Дарина. Спасибо. Это был мой любимый. Это мой любимый. Ну да. Спасибо. Сейчас. Вот. Это вот новый. Ярак. Вот это вот, скажем так, чтобы было понятно для тех, кто редко пьет вино и чаще водку. Да. Это не Понто ради, не чтобы показать, какие мы крутые. Так. А в этом есть совершенно определенный смысл. То, что ты сейчас крутишь, покажи. Значит, все вина, по идее, вот так храниться не должны. Вино. Вино должно храниться так. Да. Бутылку пробочки вниз. По одной простой... Нет, не вниз. Хотя бы вино должно омывать проб. Да. Иначе вино теряет свой букет. Потом оно здесь задыхается. Поэтому сейчас стали выпускать специальные штопоры с аэраторами. Угу. Когда открывая бутылку, ты уже запускаешь туда немножко воздуха. Угу. И букет оживает. И вот это вот, что мы делаем сейчас. Мы даем открыться букету. Окисляем, можно сказать. Да. При этом, чем больше вот эта вот вещь. Ну, скажем, в винах типа сера это не очень заметно. Еще о качестве вина можно сказать, вот по... Ну, здесь будет не видно. Тебе будет видно, остальным навряд ли. Вот видишь, мы разболтали и опускается вино сюда. Да, да. По стеночке. Вот эта вещь называется нога. В переводе на русский язык или лек. Вот по стеночке опускается эта капля. Чем дольше она опускается, тем более насыщенная вино. Это, так сказать, первый признак. Да, да. Ну вот, а теперь, когда вино немножко открылся, открылось вино, можно понюхать. Не только букет. Давай, давай, нюхаю. Как вам букет? Ну... Это для дам. Называется нерву букет и подарю той девушке, которую люблю. На. Будешь, нет? А, ты уже справилась. Букетами справилась. Знаешь, как это говорят, что чем отличается хороший человек от плохого? Хороший человек. Поговорит, поговорит. Да и выпьет, да. И выпьет, конечно. А чем мы так? Давай. Действительно. Да, мы просто окислимся, друзья. Окислимся и выпьем. Так, ну понюхаем, понюхаем. Слушай, букет таки... Букет, да, есть. Букет есть, да. И если не пить, а только нюхать, это может хватить на очень большой промежуток времени. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Пошло хорошо. Так, так, наш последний день у нас есть санжевесе. Это 50% санжевесе, 25% мерло и 25% антистантный винт караньян. Мы пропустили эту бутылку, да, и восстанавливаем историческую справедливость. Для меня санжевесе, пожалуйста. Я буду продолжать санжевесе. Хорошо. Спасибо. Да, ну давай. Ну что... Это наш лейт-харвест санжевесе. Это сладкий десерт винт. Так чего? Это зинфандел. Нет, подожди, а вот лос-турген. Нет, это вовас, ребята, это смесь. Так. Я почему пропустил, потому что я не очень люблю смеси. Значит, здесь 50% пино, и 50% пино в Рижио, и 50%... Нет, 25 и 25 она сказала. Она сказала 25, потом исправилась, да? Нет, 51, 25 другого и 25 третьего. Вот. И сера, то есть это смесь. Я не очень люблю смеси, поэтому да. Но только благородный ёрш. То есть это водка на пиво Диво. Давай попробуем. Так, Юрочка, давай мы с тобой. Давайте. Раз. Давай, пробуй. Чтоб украсила викенд, чтоб он не был лост. Вот видите, что происходит, да? Пока я тут читаю лекции о производстве вина, тут спаивают мою жену. Ты знаешь чего? Оно такое цеплючее. Да, оно более такое насыщенное по сравнению с... Нет, Мальчик, оно не может быть более насыщенным. Оно не насыщенное, а оно... Я бы сказал, что оно терпкое. Оно более именно терпкое, не насыщенное. Ну, смотрите, простой. Вот примерно. Вот нога. Видишь, как медленно-медленно. Это зин. Олд зин. Да, сползает там по стеклу. И букет совершенно другой. Держу, 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 держу. Может, я уже не держусь? Ползает. Это уже сползает не только капли, это уже и я сползаю в стойке. Слушай, капли-капли, и пьянеешь, непонятно от чего. Да. Ну, Мамчик, так как ты пьешь, ты пьянеешь. От такого малого количества вина пьянеют либо люди, которые не пьют вообще, либо алкоголики. Но поскольку я тебя знаю сколько лет, я знаю, что ты не алкоголик. Да. 2011, от Боргард-ранш. Боргард-ранш – это оригинальный виньерд, около 1 км. Это сладкий десерт вина. Баланский, не сироп, но сладкий. Это сладкое, да? Да. Здесь очень большое содержание сахара. Не должно быть. Не должно быть. В Зинфанделе не может быть такое высокое содержание сахара. Вот для того, чтобы стало понятно, вот здесь сзади написано содержание на этикетке. Обязательно написано количество градусов. Да. Вот. И с другой стороны здесь написано количество сахара на единицу веса. Да. Вот здесь я плохо видящий человек. По-моему, я сострела для слива. Сливай. Сливай, сливай. Нет, Зинфандел не может быть десертным. Строго говоря. То есть много сахара. То есть это издевается. Ну давай, я тоже попробую. Давай, да. Сливай. Ну, десерт он не тянет, вкус сладко. Да. Ну вот я же говорю, Зинфандел это совершенно другой виноград и совершенно должен быть другой вкус. Сливай. Да. Зато нога какая, течет и течет. Мамочка, как всем понравилось твое? Ну идемте. Идемте. Может я расплачу сначала? Да. Это лишнее. Еще нет? Взарайне? Как оно? Нормально? Вино ваше дерьмовое платить мы не будем, да? Так не надо. Вот тут на улице еще стол. У нас дискуссия возникла, где некоторые говорят, что это пластик. Да? Гена, Гена, покажи, что это пластик. Это пластик. Вот, нет. Вот оказалось, значит он полы внутри, сверху здесь ламинат, что пластик на самом деле, и внизу ламинат. То есть это пластик. Там немножко может быть дерево внутри, но мы-то щупаем вот так, и звук, вот я не знаю передаст камера звук или нет, а вот настоящее дерево. А теперь звук. Да. У многих так голова отвечает. Да и у меня так же. Да. Ну что же. Так что мы все решили. Друзья, вот так вот разница определяется. Ну такой-то закрученный стол такой, смотрите. Тут там серьезное что-то. Да, друзья. Красиво. Народ закусывает. Таша, откуда мы знаем этого молодого человека? Этот молодой человек со мной учился в школе в Москве. Да. Мы даже с ним в кино снимались. Вместе ходили в театральную студию. Так. А он тебя не узнал? Не сразу, наверное, узнал. Но я тоже его не сразу узнала. То есть вот так учишься в одной школе с кем-то? Да. А потом приходишь выпить, там рюмочку пропустить. А он-то уже тут как тут. Ну удивительно. Наша школа вообще-то распространена по планете. Какая школа? Откуда это моя школа? 875-я школа. Где находилась? В Москве. Ну где? На метро Юго-Западное. Находится до сих пор. Да. Отлично. Эта школа, куда мы хотели перевезти. Друзья, значит, если у кого-то вот, допустим, мысли, как эмигрировать, поступайте вот в школу 875-ю на Юго-Западе. Ну надо было раньше. Да. Ну а сейчас уже не знаю, школа готовит или нет кадры. Ну, во всяком случае, приятная встреча. Спасибо. Да, было приятно, конечно, удивительно. Неожиданно. Да.